приветствую вас на своем канале домашний очаг с натали сегодня приготовим шпинатный бисквит отличная основа для любого торта с любым кремом беру шпинат у меня свежий ошпарила кипятком и погружаю в блендер если у вас замороженный то эту процедуру опускаем я имею виду с кипятком далее цедру лимон добавляю и лимонный сок лимонный сок я добавляю для того чтобы он сохранил цвет шпината добавляю растительное масло буду хорошо пробивать блендером если у вас блендер погружной то тогда нарежьте шпинат кусочками чтобы облегчить работу вашего блендера взбивать надо до очень однородного состояния гладкого так как качество пробивки шпинатной массы зависит напрямую на цвет бисквита теперь взбиваю яйца с добавлением сахара постепенно его буду вводить до увеличение яичной массы в два в три раза до белой пышной пены далее добавляю готовую шпинатную массу и хорошенечко взобью еще раз до равномерного зеленого цвета теперь буду вводить муку у меня мука пшеничная партиями просеиваю вмешиваю просеиваю вмешиваю как только муку пшеничного мешала вот такая вот масса получается добавляю разрыхлитель крахмал и муку кунжутную если у вас нет муки кунжутной просто используйте обычно пшеничную муку еще раз хорошо все перемешиваю такая масса получается духовку я заранее включила форму я ничем не смазываю просто простелила пергаментной бумагой форма у меня разъемной диаметром 28 сантиметров выпекаю при температуре 170 180 градусов цельсия 40-50 минут у меня духовка с нижним нагревом без конвекция обычная газовая если вы выбираете форму меньшего диаметра значит смотрите как у вас будет выпекаться может быть чуть чуть побольше времени надо будет ну здесь я уже формирую торт у меня есть на канале видео ссылочку оставлю в описании зайдите посмотрите если вам интересно хранить можно этот бисквит обернув пищевую пленку холодильники несколько дней можно даже заморозить ну при надобности использовать ну и конечно же как любой другой бисквит после выпечки должен он отдохнуть то есть надо дать время ему остыть стабилизируется в течение там трех пяти часов вот такая вот шикарная структура получается этого бисквита и как я говорила можно формировать любые десерты торты на ваш вкус на ваше усмотрение а на этом я с вами прощаюсь пока пока